Жительница дома номер 16 по Петровскому проезду Ольга Хомякова рассказывает, что неоднократные жалобы в разные инстанции по проблеме подтопления подвала не дали никаких результатов. После многочисленных встреч с представителями администрации Ленинского городского округа для отвода дождевых и талых вод с парковки был установлен дренажный кювет вдоль пешеходной зоны, но подвальное помещение продолжает затапливать. По несколько дней мучаемся, нюхаем водами, которые скапливаются в подвале. Насекомых очень много в квартирах появляется. Дети болеют. Сидим на больничных из-за того, что влага стоит в квартирах. Сотрудниками коммунальных служб было установлено, что основная причина подтопления – отсутствие централизованной ливневой канализации на данной дворовой территории. Это не первая сегодняшняя встреча, что могли сделать. Оперативно прокопали траншею вот здесь возле 16-го дома для того, чтобы сделать сброс в период максимальных паводков, чтобы вода не подтапливала подвал до 16-го дома. Постоянная вода в подвале также грозит постепенным разрушением фундамента. Выяснилось, что и временная система водоотведения не работает. Вода не уходит, а остается в канаве, так как щебенка рассыпана неровно и стекает снова под дом. Также не помогает и проем в тротуаре. Стоит отметить, что на него обещали установить решетку для удобства пешеходов, но до сих пор этого не сделали. Мы встречались на местном уровне с заместителем начальника управления, начальником территориального отдела Видной Расторгуева Татьяной Ивановной Поляковой. Встреча проходила у нас 26 августа этого года, на которой был озвучен данный вопрос. Дорожники должны были сделать. Аналогичная ситуация и у дома номер 12. Траншея для водоотведения также уходит в подвал. В нашем подъезде сейчас даже уже запах стоит канализации. И в квартире тоже запах стоит. Вызывали слесарей, ну и аварийку вызывали. И все равно запахи, ну периодически вроде как бы пропадают. И потом вот опять невозможно тоже дышать уже. На мой взгляд. Здесь либо надо перестилать асфальт так, чтобы сток проходил мимо 16-го, мимо 12-го дома. Либо делать какие-то отводные лотки, либо делать какой-то колодец. По результатам встречи был составлен протокол, который отправят главе муниципалитета. Кроме того, по данному вопросу готовится жалоба Ленинского отделения Общероссийского народного фронта, Министерства благоустройства Московской области и Госадомтехнадзор. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.